Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы, зачитаю письмо, а потом ей с вами дадим комментарии, советы к ее истории. История моя началась осенью 2018 года, мы познакомились на сайте знакомств, и у меня остался аккаунт после поездки в Европу. Я живу в Алматы, он в Стамбуле, он работает кабин-кью в Turkish Airlines. Сегодня история началась с обманом. Представился у меня словаком на фотографиях светлый парень с голубыми глазами, вместо имени-никнеймей, не было подозрений, что это не так, которые работают в Turkish Airlines. Писал, попросил сразу мне номер WhatsApp, он был инициатором переписки, встреч, озвучил свою командировку, озвучил, что у него командировка в мой город, хотел бы встретиться, пообщаться, но я попросила привезти мне таблерон из Duty Free. Слезу крутилась на первой встрече, это не очень, конечно, хорошо, но и неплохо, и смотря, с какой стороны посмотреть на эту ситуацию. Изначально для меня это было приключение, которое начало перерассказать что-то большее. Встречу ее в других городах, чаще в моем, прилетала к нему два раза, но билеты я покупала сама. Это уже ошибка, как я сейчас, конечно, понимаю. И прожила я его, проживала на его территории. Часто бывали ссоры, я была инициатором и не понимала, что со мной происходит. Я эмоциональный человек, но умею контролировать эмоции, вспышки, особенности. Я работаю врачом, поэтому мне требуется холодный ум и отсутствие эмоций. А сейчас я осознаю, что это были заспышки. Это была моя интуиция. Я впала в какой-то вневроз и в зависимость от него. Во время моей поездки в Стамбул у меня возникло чувство, что он собирается жениться. Он задал вопрос, такой вопрос, и когда он срочно уехал к родителям, вместо дней, которые мы планировали бы вместе провести в Стамбуле, он в ответ молчал, не отвечал мне. Это случилось перед карантином. Написал он мне позже, не затрагивая эту тему. Последние недели он затих, и на днях обнаружилось. А я обнаружила на его странице в Фейсбуке, что он женился на турчанке. Можно найти массу предположений, почему он женился. Это была история до меня, возможно. Или появилась она во время нашего уже с ним общения. Или отношения были не лишь иллюзии, я это все там представляла. Может быть, настояли родители. Это единственный сын, религиозная семья, и живут они в турецкой глубинке. А в Казахстане, Узбекистане и других среднеазиатских странах есть проблемные такие же подобные аулы. И возле небольших городов, я понимаю, что ментальность в них другая. И люди делают многие то, что сказали родители, это ответственность за родителей. И в общем, все в таком роде. Выводы надо слушать, конечно, свою интуицию, выставлять границы и выбирать себя. И никакой зависимости от мужчины. После прилета из Стамбула я начала ходить на свидания, встречаться с разными мужчинами, понимая, что меня, скорее всего, берегли от не очень хорошей истории. А сейчас я общаюсь с несколькими мужчинами в своем городе в режиме онлайн, не заходя в такую зависимость от отношений. Мужчины должны вкладывать в отношения немного больше, чем женщины. А в разгар истории мне хотелось забеременеть от него. Не получалось. Сейчас я, конечно, благодарна за это. Вселенная, Бог, Судьба или Жизнь делают правильные вещи, не всегда исполняя наши желания. Мое понимание этой ситуации, она была мне дана для того, чтобы я получила личностный рост, принятие какого-то, осознанию проработки своего невротического сценария, синдрома жертв, связанного с детством и предыдущим опытом. Также я понимаю, что вопрос не в национальности, а в самом человеке, которого я притянула. Он показал мне мою тень, мои страхи. Я очень благодарна за такой опыт. Без эмоций я понимаю, что с ним у нас не было бы нормальной жизни и взаимопонимания. Многие мои подруги начинают говорить, ой, он козел, подлец, ты жертва. А я с этим не согласна. В этой истории я участвовала сама без принуждения. В ней был треугольник Карпмана, и с окончанием истории я вышла из него в позицию взрослого человека. Надеюсь, моя история может быть полезна вашим зрителям, извлечь для себя опыт, изменить свой какой-то жизненный сценарий, взгляды на поведение мужчин. И в нашей жизни есть и будут другие мужчины, достойные внимания, отношений и любви. Спасибо за ваш блог. Как видите, история уже прошедшая, переработанная девочка, занималась психологом, она мне об этом писала. И очень правильные выводы, почему я улыбалась в конце, когда зачитывала, потому что эти термины, тезисы, естественно, ей в голову она это проработала, поняла ей, на эти мысли все натолкнул хороший психолог, который ей помог в этом разобраться. Вот почему важна психологическая помощь, потому что посмотреть на себя, на ситуацию со стороны. Что я могу сказать по этому поводу, девочки? Никогда не бойтесь менять свою жизнь и, например, обратиться к психологу, либо к какому-то знакомому, подружке, который может вам какие-то дельные советы, такая, знаете, по жизни бывают девчонки, опытные очень, да? У них какая-то мудрость, короче говоря, есть, да? Не факт, что они там опытные в плане там опыта. Очень много чего посмотрели в жизни. Я имею в виду просто по-человечески очень опытные, мудрые девушки, даже в силу там молодого какого-то возраста. Если у вас есть такое, обращайтесь к таким девчонкам, подружкам своим, они вам помогут. Очень правильные выводы, да? Жизненный сценарий, треугольник. Я была в позиции ребенка, скорее всего, вышла в позицию взрослого. Это правильное, достойное развитие. Для чего мне, вот какие мысли, для чего мне даны были, когда вы, подведем итог по этой истории, когда вы заканчиваете какие-то неприятные отношения, больные отношения, но вы их славу, заканчивайте. Я вам о чем всегда в каждом видео толчу. Это рост для вас. Вам этот опыт был дан для чего-то. Вы в первую очередь после плохого опыта должны сделать выводы, чтобы не наступать на те же грабли снова. Посмотреть, а было ли что-то подобное другим мужчинам в предыдущих каких-то еще до этого отношениях. Если эта цикличная система повторяется, это вывод однозначный. Это проблема, скажем так, в вас. Это от вас зависит. Вы выбираете таких мужчин, вы выбираете таких историй, либо вы выбираете такие окончания этих историй, когда отношения заканчиваются. Это от вас зависит вам, это нужно. Вы обслуживаете свои страхи, свои комплексы какие-то. И когда вы избавитесь от этих страхов каких-то и комплексов, которые не будут вами руководить, вы будете руководить своей жизнью, возьмете за нее ответственность в свои руки. Благодаря этому вот эта цикличность плохих мужиков, неудачных отношений, она закончится. Потому что вы будете трезво смотреть на других мужчин, на здоровых мужчин. Вы не будете себя как невротик вести, например, в зависимости в отношениях. И вы не будете притягивать к себе таких невротических и нормальных мужчин. Как девушка правильно анализировала, я невротик, в начале писема была, я это не стала зачитывать. И у нее был определенный жизненный сценарий, она так себя вела, и она выбрала такого мужика. И она не видела в упор, что с ним происходит. Она не видела, что у нее там есть какие-то отношения. Хотя, смотрите, изначально он фривольно к ней относился, наврал о том, кто он там, не говорил, что он турок, активно себя проявлял в Ацапе, вот эти встречи. Я, честно говоря, думаю, что, возможно, у него эти отношения просто были давно уже, и женился он так, как задумано было все. Просто она появилась в тот момент, когда у него уже эти были отношения. Потому что отношения ему два года, у них общение, вот эти налеты. Ему было удобно, комфортно. И не факт, что других каких-то девочек у него не было. Она была, скажем так, в таком образе не одна. И вообще мне хочется, знаете, сказать, жалко мне его жену, которая за него замуж вышла, которая ничего этого не знает, как бы, ну, каждый делает свой выбор. Даже вот и там было, я понимаю, что дело не в национальности, а в человеке в таком. Но вот эти традиции, да, когда младший сын, вот в Казахстане такое у нас тоже есть, что ответственность за родителей, они женятся на тех, кого родители советуют, за кого надо выйти там замуж, жениться. Я все равно знаю истории здесь в Турции, когда идут против воли родителей и выходят замуж, женятся за тех, кого любят, за тех, кого хотят. И даже если семья религиозная, и очень так скованно, зажатая, слушаться родителей, заставляли с детства уважать их, на самом деле уважение вот это родители, уважая родителей, это манипуляция. Делать то, как мне удобно, как я хочу. И такую манипуляцию проявляют родители, которые сами, естественно, в этом были выращены. Родители, которые шантажируют с какой-то точки зрения, это все с детства, конечно, идет. Детей, да, там, или смотри, ты себя плохо видишь, мама, там, болеть будет, вот эти все истории, это все тоже неправильно, это шантаж, это манипуляция, это нездоровая ситуация. Это заставлять ребенка делать так, как хочется тебе, как тебе удобно, путем манипуляции здоровьем родительским, их состоянием, социальным контактам, типа, я там не буду с тобой разговаривать, все прочее, или там, ты будешь сидеть дома закрытой, вот эти все истории. Это все оттуда идет. И родители просто тоже гонимы вот этими комплексами, навесами о том, что якорями социальными, что скажут люди, а и позор, и все прочие дела. И люди так по кругу живут, 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 живут. И у меня есть на консультациях такие клиенты, не одни из вот таких стран наших СНГ, которые взросшены с молоком матери, вот этой культурой, в семье воспитанием, что против родителей нельзя сказать, смотреть надо, оглядываться на окружающих, что они скажут, и все прочее. Это наши русскоговорящие страны СНГ, я имею в виду не турки. И людей сильных, эмоциональных личностей сильных возникает когнитивный диссонанс. И когда-то наступает момент бунта внутреннего, когда они не согласны с этой системой, они понимают, что они так жить, как родители слушаться и делать, как они сказали, они не хотят. И это чувство вины, из-под контроля уходит ребенок, и само чувство вины у себя возрождается, что я делаю не так, как я огорчаю родителей, я не делаю так, как они этого хотят, я плохой. Это очень, очень, скажем так, тяжелый такой момент, если я буду делать не как родители, они перестанут меня любить, не будут делать, как они сказали мне. Я буду им предателем, я буду плохим ребенком, а родители этим пользуются, и так и говорят, и манипулируют. Это очень страшно пережить, остаться в отношениях нормальных, хотя бы контактах каких-то со своими родителями, но остаться при этом с собой и себя не предать. Потому что жить вот в этом диссонансе, делать не то, что ты хочешь, не по твоей природе, это не жизнь и существование, твоя жизнь проходит мимо тебя. Так что все мои подписчицы, девчонки, кто из Трансенга, из Казахстана, из Азербайджана, из Узбекистана, вы вправе проживать свою жизнь для себя. Это ваша жизнь, это жизнь ваших родителей, родители для себя свою жизнь выбрали и проживают ее для себя. Поэтому, девочки, не бойтесь жить в своих интересах. Любить тех, кого вы хотите любить, выходить замуж за тех, кого вы любите. Да, какое-то время первое вы можете пойти в неугоду своим родителям, они могут вас бойкотировать какое-то количество времени, даже там пару-тройку лет, но меньше от этого любить они вас не станут. Вы все равно родители не выбирают, а детей своих воспитывают. И вы такой человек, кем создали вас, ваши, скажем так, родители нас родили на свет, своими за это спасибо. Но не бойтесь брать ответственность за свою жизнь, просто идя против системы воспитания ценностей и культуры вашей, но так, как хочется вам, как вы чувствуете, потеряв что-то даже на пути, вы обретете самое главное баланс внутри себя и вы будете счастливым человеком, который будет любить себя. А пока вы не живете с собой в балансе, несчастны, делайте так, как другие говорят, против своей воли, вам этого не хочется, я прислушиваюсь, я себя ломаю, вы несчастливый человек, вы несчастливы. Вы проживаете, тратите свою жизнь, но живете ее для родителей, для общественного одобрения, но не для себя. Жду ваших писем истории мне на почту, почту я всегда оставляю под видео в инфобоксе, она также есть у меня на канале, в информации о канале. Спасибо за ваши комментарии, пишите, девочки, поддержите, что вы думаете по поводу истории и вообще по поводу вот этих психологических всех штук, ментальных наших, менталитетов, наших, культур и воспитания мусульманских семей. Жду ваши комментарии, спасибо за внимание, всем пока.